Завтра уже 9 мая, на улице почти тепло, с исключением небольшого ветра. Каждую весну, примерно в конце апреля, в начале мая, я делаю генеральную уборку салона и багажника. Мою пластик, пылесошу, убираю, чищу, ну, в общем, максимально привожу в порядок машину. Зимой я часто возила своих собак, в машине много шерсти, разводов от слюней собачьих, на дверях, на окнах. Поэтому все нужно привести в порядок. Сейчас я вам покажу, как я это делаю, чем я это делаю, расскажу из своего опыта, какие средства можно покупать, на какие тратить деньги не стоит. Ну и своими силами, без затрат каких-либо там серьезных средств, приведу машину в нормальный вид. Вы на канале Подорожник Лайв, меня зовут Екатерина, погнали! Так, ну, для начала. Во-первых, нужно переодеться, потому что в повседневной одежде делать этого не стоит, потому что машина реально грязная. И второй момент, нужно вытащить из машины все, что будет мешать уборке. Вещи, сумки, гамак собачий. И после этого приступать уже к мытью. Так, ну, первым делом нужно вытащить вот эти вот ковры прекрасные. Кстати, видео о коврах я выкладывала на канале ниже. Смотрите, вот здесь не понравились мне эти ковры. Видео рассказало, почему. Короче, сейчас я их вытащу, поменяю на ворсовые, которые летом всегда кладу. Достало ковер и весь песок просыпался вниз. Дальше в ход идет пылесос. Пылесосим все, до чего можем дотянуться. Абсолютно. Пластик, сиденье, ворс, вообще все. В моем случае это керкер, и он достаточно хорошо справляется со своей обязанностью. Я также пропылесосила целиком багажник, переднюю часть, все углы и все ниши. Кстати, когда будете пылесосить переднюю часть, помните, если у вас обогрев сидений, коленом на сидушку вставать не стоит. Иначе вы сломаете обогрев. Блин, на самом деле пылесос плохо передает, но вот эта вот вся пыль, грязь, это из моей машины. Короче, все пропылесошено. Вот сейчас самая тяжелая работа, это взять тряпку и максимально, просто максимально смыть всю грязь. До обработки средствами еще очень далеко. Водой и тряпкой я протираю максимально все, до чего могу дотянуться. Сиденья, двери, пластик, полки, вообще все. Вода обычная, чистая, без добавления какого-либо мыла или чего-то еще. Нам важно просто снять всю грязь. Теперь, пока вся вода сохнет, мы приступаем к химии, которой я пользуюсь. Так как моя любимая собачка пускает слюни на стекла, я приобрела пенный очиститель стекол данной фирмы. Пробовала не одну. Вот эта мне понравилась тем, что легко наносится на стекло. Пена быстро высыхает и хорошо втирается. Не оставляет вообще никаких разводов. Затем вход идет вот такой полироль. Кстати, ну, ребят, это не реклама фирмы Лавр. Я вам хочу сказать, что у данной фирмы есть продукция, которая мне не понравилась. Я о ней говорила. Это был черникель Шин. Он вообще не понравился. И омывайка от Лавра, она замерзала. Но есть продукты, которые мне нравятся. Я ими пользуюсь и рекомендую вам. Так вот, вот эта вот полироль. Она офигенно чистит пластик, полирует его. И у нее офигенно крутой запах. В ящике с химией у меня лежит достаточно много полиролей разных производителей. Известных и не очень. Что мне в них не нравится во многих, это то, что они придают пластику яркий блеск. Мне же наоборот нравится, когда пластик более матовый. И вот этот полироль, которым пользуюсь я от Лавра, придает именно матовость пластику. При этом запах, который она отставляет, не резкий и достаточно приятный. И он долго держится. Наносим эту полироль на весь пластик, докуда мы можем дотянуться. Двери, пороги и все-все-все остальное. После того, как пластик очищен, надо почистить кожу. Но я очистителем кожи чищу только руль, КПП и ручник. А кондиционером я уже чищу и руль, и сиденье, и все остальное. Дальше, до кучи, раз уж мы все это делаем, можно обработать шины чернителем. Никогда не понимала, правда, но взяла. Вот такой чернитель беру. Мне он понравился. Долго держится, хорошо смотрится, быстро высыхает. А вот пенный чернитель от Лавра мне не зашел. Пена распекается. Чернитель держится плохо. Короче, вот такой вот намного лучше. Так, ну теперь надо вернуть ковры обязательно. В принципе, оно уже все высохло. Ну вот, летние коврики на месте. Вот так вот. По поводу летних ковриков. Грязь есть, пыль есть, конечно же. Коврики без бортов. Но летом я чаще убираю машину, пылесошу. Как таковой грязи нет. Очень много грязи после рыбалки. Обычно, когда на обуви песок. В остальном, с летними ковриками я катаюсь уже в четвертый год. Все замечательно. Еще один этап летней уборки. Это омыватель стекол летний. Я беру концентрат и вот сейчас решила попробовать лавр. До этого брала финский концентрат. Хватает надолго, стоит недорого. Разбавляю водой. Попробуем, что это за омыватель такой. С этим омывателем я катаюсь, кстати, уже больше десяти дней. Расход невысокий летом, как и всегда, в принципе. Пенится не сильно, но при этом действительно обладает функцией мышка-моя. Запаха нет по сравнению с финским, который пах апельсином. Здесь я запаха цитруса не чувствую вообще. Моет нормально. В целом добавить больше нечего, но финский, который я брала, финтипа там больше пакет, а стоимость была такая же. И поэтому того мне хватало надолго. На какое время хватит этой бутылки, я не знаю. Чистенький талон, чистенькая торпеда, руль, двери. А главное, вот чистенькая дверь. Вот так вот. Последний штрих, это придать в салон вкусный запах. Я использую только натуральное масло, арома. Здесь у меня виноград. Все. Теперь в салоне чисто, вкусно пахнет. Свеженьким виноградиком. На самом деле, самую большую генеральную уборку со снятием сидений, пылесосом, мытьем всего, чего только можно, мытьем ковролина, я буду делать после нашего отпуска. В июне я еду, мы едем на Урал. Соответственно, песок, грязь тоже будет после отпуска. Поэтому где-то в июле я буду вот прям капитально генералить салон машины. Сейчас я убрала зимнюю грязь, соль, шерсть, пыль и все остальное. Остается еще помыть подкапотное пространство. Кое-кто даже просил снять об этом видео, поэтому по просьбе зрителей, как говорится, видео я сниму. Как вообще я мою подкапотку и двигатель. На этом все. Оставайтесь на канале, пишите комментарии. Пока.